Так, мои дорогие, давайте рассматривать дальше tense distinctions. Я вам обещала? Обещала. Давайте делать. Итак, вот эти tense distinctions of all the verbals, всех от глагольных форм, не есть абсолютными, но относительными. Что это означает? Participle, one, simple, active и passive обычно обозначают действие simultaneous, одновременное с тем действием, которое выражает главный глагол. В зависимости от времени главного глагола, это может быть present, естественно, настоящее время, past, прошедшее, либо future, либо настоящее. Ну, давайте смотреть. When reading the book, one can't help laughing. Помню этот пример еще с университета. Когда вы читаете эту книжку, невозможно засмеяться. Хорошо. Reading. И can't. Окей. When reading the book, I couldn't help laughing. Читая книжку, я не мог не рассмеяться. Хорошо. Тот же самый reading и уже past, couldn't, главного глагола. Хорошо. When reading the book, тот же reading уже третий раз, You will roar with laughter. Вы будете сотрясаться от смеха. Will roar. Это future. В данном случае это future simple. Will roar. Как видите, все три формы participle one одинаковы, но значение у них зависит от главного глагола. Получается, во втором кусочке предложения в нашем примере. He looked at the carpet while waiting for her answer. Он смотрел на ковер, ожидая ее ответа. Значит, waiting, ожидая, looked, посимпл. Хорошо. Он вернулся в хижину. He returned to the hut, bringing in his arms a newborn lamb. Неся на руках новорожденного ягненка. Опять-таки, вернулся, неся. Тоже показывает этот participle one, что он должен быть в пасте, потому что вернулся, тоже в пасте. Ну, этого хватит, я думаю. Дальше. Иногда participle one, вот этот симпл, показывает действие, которое относится к неопределенному времени. To no particular time. Например, the last turning had brought them into the high road leading to Bath. После последнего поворота они вышли на дорогу, ведущую в город Батт. Или поселок, или бог его знает, что такое. В любом случае, had brought – это пасте перфект. И у нас стоит рядом leading – это participle one, simple, active. Мы видим, что действие, неопределенное, когда оно там вело, неизвестно. Окей, дорога ведет, она всегда ведет. Participle one – perfect, active и passive. Уже не simple, а perfect, active и passive. Показывает действие, которое было prior, было перед каким-то действием. Выраженным главным глаголом. Например, Разослал платок на коленях, он начал кушать, есть и пить. Они в самом деле были старыми друзьями. Так как вместе учились в средней школе. Я поставил одну из двух зажженных свечей на столику у кровати. Необходимо также обратить внимание, что вот эта prior action, попорядняя идея, она не всегда выражается с помощью participle one – perfect. С некоторыми глаголами – sense perception, спринятя за допомогой органев чутье, and motion, и движения, таких как see – видеть, hear – слышать, come – приходить, arrive – прибывать, seize – хватать, look – смотреть, turn – поворачиваться. И некоторых других participle one – simple часто используется в большем количестве случаев. Например, Свернув на темную улицу и войдя в еще более темный переулок, он подошел к кузнице. То есть turn – поворачиваться, использован в simple. Хотя действие-то должно быть perfect, а не тут-то было. Hearing a footstep below her rose and went to the top of the stairs. Опять-таки, услышав шаги внизу, он встал и вышел на лестницу. Ладно, participle two – давайте хоть об этом поговорим, хоть немножечко. Participle two – не имеет tense distinctions. У него нет вот этих временных рамок, кстати, господи. It has only one form. У него единственная одна форма, то есть в английском participle, грубо говоря, пять. Так вот, вот эта одна форма может выражать и simultaneous, и одновременное действие, и prior to the action, и попрятнюю дию, которая выражается главным глаголом. И последний кейс, случай, он is more frequent, он более часто используется. Например, То есть нам необходимо посмотреть на единственное слово fixed и понять, что оно имеет глагольные характеристики сфокусированный, устремленный, то есть в прошлом, естественно. Ну, давайте еще какое-то. Я думаю, вы поняли, что это такое. I was reminded of a portrait seen in a gallery. Мне вспомнился портрет, который я видела в картинной галерее. Вот это одно слово seen показывает, что я видела. В некоторых случаях participle two показывает действие, которое относится, опять-таки, no particular time. Допустим, he is a man loved and admired by everybody. Его все любят. То есть вчера любили, сегодня любят, постоянно любят, да? Вот такая вот характеристика с participle two. Сейчас мы быстренько рассмотрим voice distinctions of the participle. Это когда залог, вы помните, активные и пассивные залоги. Так вот, participle one переходных глаголов имеет особенные формы, которые показывают актив и пассив. When writing letters, he doesn't like to be disturbed. Being written in pencil, the letter was difficult to make out. Having written some letters, he went to post them. Having been written long ago, the manuscript was illegible. А participle two переходных глаголов имеет пассивное значение. A broken glass. A caged bird. Participle two непереходных глаголов не имеет пассивного значения. Он используется только в сложных tense forms. Господи. Часовых формах. И у него нет независимой функции в предложении. Если только он не принадлежит к глаголу, который обозначает переход в новое состояние. Допустим, a wizard flower. Увятший цветок. A faded leaf. Засохший листок. Дальше мы должны рассмотреть функции. Функции participle one в предложении будут первыми. Но это уже будет следующее видео, потому что это слишком большое. Thank you guys and see you.